Здравствуйте, дорогие друзья! Я Анатолий Семенов, и, как всегда, в это время в эфире программа «Город С». Вот уже лето, и завершается в большинстве театров, уже где-то завершили сезон, где-то завершается, и я пытаюсь отследить эту ситуацию, и вот сегодня я отслеживаю ситуацию с театром, моим любимым театром «Самарт». И достойный представитель этого великолепного коллектива, который так получилось, что у меня сегодня впервые, с чем я себя поздравляю, и так, дамы и господа, у меня в гостях сегодня Дмитрий Добряков, театр «Самарт». Здравствуй, Дим. Привет. Рад, что ты здесь, и тем более поводы нешуточные. Сезон, насколько я могу представить, прошедший для тебя очень был насыщенным не только ролями, которые уже идут штатно у вас, не первый год, но и премьерой твоей режиссерской уже сольной работой. Вот давай с этого и начнем. Я показываю на камеру программу этого спектакля, который называется очень мило «Манюня», а Дмитрий начинает рассказывать об этой своей работе, уже, так сказать, у него на другую ступеньку он перешел, вот рассказывая об этом спектакле. Кто его не видел, потому что даже я его пока не видел, Грешин. Ну, он только что сыграл, по-моему, 12 спектаклей, не так много еще. Он 10 декабря, но он вышел 10 декабря, потом начались елки, и поскольку у нас особенности сцены таковы, что нам приходится ставить блоком спектакль, вот прошло два блока, или три. Даже еще Абгарян, вот написала вообще книга, это Нарине Абгарян, это, по-моему, лучшая книга 2010 или 2011 года, ну, книга просто великолепная, я ее читал, то есть я ее начал читать, тут же позвал всю семью и говорю, давайте вслух читать. Я начал читать вслух, дошел до конца и прочитал заново. Последний раз у меня такое было с графом Монте-Кристо. Тысяча лет назад, да? Ну, да, 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 в школе. Вот, и потом, как бы, слава богу, у меня должна была быть дипломная работа на праводинском курсе, и я пришел к Сергею Филипповичу, принес ему пьесу определенную. Он мне говорит, а ты вот не читал такую книжку? Я говорю, да, читал. Я говорю, ну, из нее же надо инсценировку писать. Он говорит, ну, пиши. Ну, вот, как бы, это закрутилось, потом позвонили на Рене, который автор, она дала согласие на постановку, и предложил, вот, Юрий Суходольский, Московский, он заканчивал филфак МГУ, сейчас режиссер, там, кино снимает. И заодно он драматург, вот он написал пьесу, достаточно большую, полнометражную, потому что у меня была идея на четыре, четыре женщины должно было быть занято в спектакле, я думаю, спокойно, хорошо, сделаем. Обстоятельно. Обстоятельно, да, сейчас в итоге 19 человек. Вот я смотрю, ремарка, пьеса двух действий для хора и веселых артистов. Для веселых артистов понятно, хор, что означает? Хор, это, ну, как бы, придумал Сухад Дольский, Юра, потому что инсценировка, и, как бы, очень тяжело ее в рамки пьесы вставить, поэтому он придумал чудесный ход, хор, который на сцене объясняет непонятные места, потом там начинается, как бы, вся история, это время, там, нашей молодости. Мы смотрим, пионеры здесь, горные. Да, это 80-е, 80-е годы, чудесное время, и, как бы, книга написана, как мне кажется, а просто о том... О том времени, да? О самом лучшем времени, которое было в нашей жизни, потому что детство, когда тебя все любят, есть мама, папа, бабушка, и у тебя проблемы, которые там они решают, господи, сейчас у меня... Это время, да? Нам эти проблемы, да. И она наполнена настолько добротой и каким-то счастьем, ну, просто хотелось перенести это на сцену. Насколько получилось, мы старались, во всяком случае, и это, как бы, вот, как будто это вот, они все находятся в раю, как будто чуть-чуть нереально. Вот, и поскольку там начинается с того, что пионерский хор поет на сцене Дома культуры, под ним подламываются скамейки, и одна девочка описала другую. Так они познакомились, как бы, вот, это завязка, и потом они начинают... Такая незатейливая завязка, да? Да, незатейливая завязка, причем это, там тоже намешано, это город Берд, Армения, живут евреи, там все перемешано. Мы же тогда не знали, кто там, какой национальный... И не обращали внимания. Ну, не обращали внимания на это, все равно абсолютно было там кто-то такой. И вот там вот эта вот интересная помесь, характерная речь, она все это знает. Ну, в общем, чудесно написано, мы попытались это перенести на сцену. Там есть еще, не назвали, Паша Самохвалов, который делал танцы, и они очень, очень хорошо, очень попали. Ну, давай сейчас поделимся с телезрителями эпизодом из этого великолепного спектакля, как я уже его... Ощущаю, ну, обязательно посмотрю, когда будет возможность. Итак, смотрим фрагменты из спектакля «Манюня». Режиссер-постановщик Дмитрий Добряков. Мосьмичник. Теперь у вас на лице и на руках отрастут длинные, а нет, вы длинные волосы. И будете вы страшнее, чем этот Карл Макс. И будете вам страшнее, чем чудище. Помните из мультика? А? Какой-нибудь был волосатый. Мультик, Таник, Цветочек. Вот так вам и надо. Вы идете? Правильно. Правильно. Плохо ваше дело. Блинчики с мясом будете или с мясом? Даже блинчики с мясом не хочется. Это же надо вам на дело серьезное, а? Даже ломать отказываетесь. Ну, ладно. Спасу вас. Идите сюда. Ну, чего вы себе не набрали? Какой-то... Да вот так. Лесвия не было в приборе. Просто так водили. Просто так по рукам и по лицу водили. Эх, олухи, вы царя небесного, а? Ура! Мы олухи, царя небесного. Ой, я не знаю, какой вам будет ура, когда дядя Миша с работы придет. Ба, главное, мы тебя берем. Да вы знаете, сколько она стоит? Ой, много. Миша. Мама. Здравствуй, Миша. Здравствуй, мама. Он приказал нам всем долго жить. А что случилось? Кто умер? Браун. 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 Может быть. А где он? За что вы его так истерзали? Лежал такой маленький брау. Один, маленький, а мы пришли и убили его! За что?! Дядь Миш, прости нас! Да, прости, мы нечаянно! Конечно, что и говорить! А машинку на релейном заводе, как могли, починили! Но теперь она плила так себе! И нещадно царапалась! Я пойду домой! Ступай! Ты только сама больше не брейся! И медведи не брей! Ну, еще раз тебя поздравляю с твоим полноценным режиссерским дебютом! Как тебе, в основном привыкшему играть и слушать режиссера, и взаимодействовать с режиссером, самому оказался по другую сторону рампы, скажем так? Да нет! Ну, это как бы... Не в этом была сложность! Просто сложность больше в том, что все-таки театр — это производство! В первую очередь, это производство, это завод! И там очень много приходится решать проблем не столько творческих, а сколько постановочных! То есть ты заходишь, то есть вот все это время, пока я репетировал, я заходил в театр, первым делом меня либо завпост, либо из бухгалтерии, либо еще кто-то брали и говорили, что вот тут с костюмом, вот это что с декорацией. И когда я приходил к артистам, то у меня просто было это полное удовольствие! Я просто садился и занимался любимым делом! И как бы у нас опять же сложность театра в том, что вроде бы на постановку было достаточно много времени, там два месяца, но мы при этом шли другие репетиции, вводы и спектакли. И мы как бы репетировали в промежутках, в промежутках, и только в последние дни там нам, слава богу, ну театр на 10 дней дал сцену, и вот это был как бы выпускной период. И как бы я понял, что ко мне очень хорошо относятся в театре. У меня нет, у меня не было проблем ни с кем. То есть я, что я просил, в общем, то и делали все от цехов до постановочной части. Там что-то они, ну, не могли, но они старались во всяком случае. И я понял, что надо попробовать в другом театре где-нибудь поставить, чтобы посложить. У тебя уже замах уже, почти как у Кузина, к которому сейчас переходим. Итак, сейчас будет фрагмент из спектакля довольно такого давнего. Это «Доктор Чехов и другие». Александр Сергеевич Кузин – это бог вообще. И все, кто у меня здесь бывали в разное время, в разные годы, просто на него молятся и хвалят. И, я думаю, ему все время кается Александр Сергеевич. И он здесь у меня был в студии. Итак, вот «Доктор Чехов и другие», а потом мы поговорим об этой работе. Вспомним немножко момент работы. Так смотрим. «Доктор Чехов и другие». «Доктор Чехов и другие» «Да я и давно мечтал. Да это было давнешним моим желанием. Кому? Да я всегда любил вас как родного сына. Да и дай Бог вам любовь, салет и прочее. А я весьма…» «Да что ж я стою как болван обежен. От радости обежен». «Бабушка моей и тетушке отдала ушки во временное и безвозмездное пользование крестьянам дедушки вашего батюшки, из-за того, что те же были для нее кирпич. Вот. Тристиане, дедушки вашего батюшки, пользуясь землей лет сорок, мы привыкли считать ее как бы своею. А потом, когда вот вышло положение, они…» «Совсем не так, как вы рассказываете. И мой дедушка и прадедушка считали, что их земля находила до горявого болота. Значит, баловинушки наш. Ну, что ж тут…» «Я не понимаю. Ну, это ж досадно». «Я вам бумаги покажу. Наталья Степановна». «Нет. Вы просто шутите или тратите меня. Сюрприз какой. Владеем земле чуть ли не идти. Вдруг нам заявляют, что земля не наша». Итак, доктор Чехов в постановке Александра Сергеевича Кузина. Немного вспомни вот о работе с этим великим, я считаю, режиссером. Это один из тех режиссеров, которые как бы сформировали наш театр. Потому что все спектакли Кузина идут до сих пор. Ну, конкретно этот спектакль не идет по одной простой причине. Там вот я, например, с волосами был 17 лет. Сейчас уже я не могу играть про Валой Велушки. Как бы и практически… Все просто повзрослели. Там нужно было вводить совершенно других актеров. По-моему, Паша Маркелова – это была одна из первых его ролей. Он там играл еще кого-то в массовке, грубо говоря. Он только пришел в театр. Это с ним огромное удовольствие работать. Последний спектакль был сейчас «Жизнь артиста». Первый спектакль, который он делал, «Чуха-ха», он до сих пор в репертуаре театра. И мы всегда ждем с огромным удовольствием, когда он приезжает. И, слава богу, он в новом сезоне. Правдин выпускает Иванова. Александр Сергеевич выпускает спектакль. Адольф Яковлевич. То есть это… То есть это вот грядущий сезон? Да, да, в грядущий сезон. Три таких метра у вас. Да, да, да. Плотно связанные с нашей Самарой и с вашим театром. Да, да, да. Я завидую по-хорошему и нам, и вам. Ну, нам повезло с этой стороны. Спасибо Сергею Филипповичу за это. Потому что все-таки приезжает очень хорошая режиссура. Шапира, Праудин, Кузин, Цкверава. То есть из первой десятки, реально. Да, да. Из тех, кто ставят по периферии… Ну, там в Москве, а не в Питере, само собой. Это та режиссура, которая формирует труппу. То есть у нас как бы благодаря им сейчас достаточно подтянутая и готовая к работе труппа. В тонусе. Да, в тонусе. Постоянно в тонусе, но сейчас… Вот давай посмотрим, как в тонусе… Ты только что упомянул Праудин, ты мне помогаешь вести передачи, молодец, профессионал. Прекрасная работа, фальшивый купон. Я не буду рассказывать историю этого спектакля, я могу целую передачу об этом рассказывать. И ты также… Давай посмотрим нарезочку небольшую из этой работы и потом прокомментируем работу уже с Праудином. Так, смотрим, фальшивый купон. Иван сам нашёл Евангелие от Матфея и выучил наизусть. И постоянно повторял непонятную ему фразу. Вы – соль земли, но если соль становится безвкусной, как она может быть солёной? Непригодна она ни к чему, разве что выкинуть и растоптать ногами. Иван Чуев зашёл к ней во вторник, чтобы подшить две простыни. Когда он окончил жить, Наталья Ивановна угостила его водкой и грибками своего приготовления. Она показала ему газету. Она показала ему газету и даже прочла, что злодейку, покушавшегося на жизнь её сына, скоро отправят на каторду. Ну, а разве нельзя простить её теперь? Как? Отчего? Так ведь она же, она же опять! Ну, сказано в книге, что врага надо прощать, а здесь девица. Вот это? Девица? Ну, выстрелить и то, как надо, не сумела. Так ей в куклы играть. А где ей в куклы играть? Да нельзя её судить за убийство. Глупая старушка покраснела. Вспотела даже от мыслей. Как? Как простить? Как простить? Как простить? Как простить? Как простить? Как простить? когда она приковырена судом? Ч-ч-ч-ч-ч. Один царь простить может. Ого! Так как царю знает? Так ведь ему пишут! Пишут! Сказала глупая Наталья Ивановна. И сама эта, которая стреляла, тоже может написать обманилование. А если... А если я напишу о том, что я её прощаю? Ничего не сказал Иван. Даже не взглянул в неё. Да, да, да. Ведь теперь ты не успеешь. Так к телеграмму можно? К царю! Ах, чушь! Можно и к царю и телеграммой? Что-то вдруг перевернулось душу у Натальи Ивановны. И чувство сострадания и ужаса, которое, бывало, просилось наружу, вдруг прорвалось и захватило её. Иван, голубчик, я составлю царю телеграмму. И я напишу, что я, мать министра Свинтицкого, прощаю эту девушку, Торченинову, которая стреляла в моего сына. Какая хорошая женщина. Подумал Иван Чуев. Эх, вот как бы и сын её был бы такой же. Рай был бы, а не то, что теперь. Итак, прекрасная работа. Вот я начну, так сказать, в паузах между фрагментами тебе дарить свои работы. Журналистские, печатные. Вот показываю на камеру. Это один из крайних номеров «Леди Клуб» журнал «Игра в театр». Все видят надпись, я уже как-то об этом журнале рассказывал. Этот проект был реализован с нашим Самарским театром, академическим театром драмы. Здесь в костюмах из различных спектаклей один персонаж из театра, другой персонаж не из театра. Такие комбинации. Вот тебе первый журнал. И, в принципе, у меня в планах следующий этап игры в театр именно с вашим театром. Сергей Филиппович, правда, об этом ещё не знает, но я знаю, что он согласится. Потому что это такой, прочитаешь, посмотришь. Это мне, да? Это тебе уже, да. Тут ещё тебе будет. В следующих, так сказать, антрактах. Итак, переходим к работе, которая очень много собрала различных наград. Её смотрели многие по несколько раз. Я, в том числе, идеальный пример коллективной работы – это «Ревизор». Опять же, наш общелюбимый Александр Сергеевич Кузин, да. И как это всё сделано, как это всё сшито. Идеально просто. И у тебя там интересная работа. Вот немножко пару слов о «Ревизоре». Это… Он придумал одну простую вещь, Кузин. Вот весь «Ревизор» нанизывается как бы на какую-то составляющую. Он придумал, что для Хлестакова это лучший день в его жизни. Больше такого дня. Не будет. У него никогда не будет. Он попал совершенно случайно. Он попал в нужное время, в нужное место. И вот он выстраивал как бы… Режиссёрски он выстраивал лучший день в жизни Хлестакова. Всё. А остальное… Всё остальное. И тогда всё становится понятно. Всё сразу встает на свои места. Замечательно, что как бы там занята почти вся труппа. Девчонки там даже… Некоторые были в тройном составе. Маша Агапова-Шилова в двойном составе. То есть по максимуму дал театр. Потому что когда ещё «Ревизора» сыграть? Да. И как бы у молодых девушек… Ну, один раз она сыграла. Всё. Через сколько лет будет «Ревизор» новый? Ну, лет через двадцать, двадцать пять. Кого-то она уже там только маму может сыграть. Да. Поэтому театр постарался дать максимальное занятие актёров. И, конечно… Ну, до сих пор идёт, играет с удовольствием. Да. Ну, вообще, такой спектакль от души. Давай этот фрагмент покажем с твоим участием и вернёмся в студию. Смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Честью меня представится житель здешнего города Пётр Иванов сын Бобчинский. Помещик Пётр Иванов сын Добчинский. Я вас уже видел. Вы, кажется, тогда ещё упали. Как пошёл? Ничего, ничего не извольте. Беспокоиться, присох уже совсем давно. Хорошо, что присох. Я рад. Денег нет у вас? Денег? Как денег? Займы. Рублей тысячи. Такую сумму, ей-богу, нет. Пётр Иванович, у вас нет тысячи рублей? Нет, у меня при себе не имеется. Моих же деньги положили в приказ общественного презрения. Ну, правда, если нет тысячи, то хотя бы рублей или сто. Сто? Сейчас. Пётр Иванович, у вас нет тысячи рублей? Пётр Иванович. Нет, потому что всего 40, у меня есть 25 рублей. Пётр Иванович, я знаю, у вас там про трореха есть. У меня нет прореха, у меня нет прореха. У вас всегда в прореха есть. Да нет, у меня в прореха есть. У вас всегда в прореха есть. Ладно, ладно, это ведь я только так. Хорошо, хорошо, хорошо. Пусть будет 65 рублей. Да и это всё равно. Я смогу спросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства. А что это? Что вы делаете? Старший мой сын рождён ещё до брака. Да? Нет, это только так говорится, что до брака. На самом деле он рождён уже и в браке. Я заключил всё это законными узами супружества. И теперь я очень хочу, чтобы он был бы моим сыном и назывался бы точно, как я. Кто очень здесь? Хорошо. Пусть называется. Это можно. Я бы не просила, я бы не просила. Пётр Иванович, да, Пётр Иванович. Хорошо, хорошо. Да, 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 да. Он может подробности такие вот, знаете, грибы, надо, надену, подаёт. Знаете, вот стихи читает. А что, если можно, где-нибудь ножичек найти? Точно, точно, точно. Точно, точно. Хорошо, хорошо, да, да, да. Я постараюсь. Я буду об этом говорить, надеюсь, всё будет сделано. Дима, ну прекрасная работа и Дениски, и твоя. Я, насколько помню, ты сейчас подтвердишь и прокомментируешь. Вы за этот спектакль получили театральную музу, по-моему, 2009 года. Да, да. В какой номинации что это было? Это лучшая роль второго плана. Угу. Мы с Денисом Бакурадзе на двоих получили. Музы были очень неожиданно рады. Ну так заслуженно, абсолютно. Ну вот тебе за это, пусть не муза, но очередной мой подарок. Итак, это крайний номер журнала «Самара-губерния». Показываю на камеру. Здесь тоже статьи мои о путешествиях, не помню, о музыке, по-моему, в этом номере нет. И о театре. Но, как говорится, ещё не вечер. И с тобой мы сделаем, пожалуй, следующий. В твою, так сказать, стопочку. Спасибо. Вот мы сейчас подходим к спектаклю, который я могу смотреть бесконечно. Даже не семь раз, а могу и восемь и так далее. Это «Семь способов совлазнений» с Хейрава, постановка. Мы с разными актёрами из вашего театра обсуждали. Тут же там занято. Некоторые играют по несколько ролей. Тот же Захаров играет по несколько ролей. У тебя там ролей, по-моему, немного. Одна, по-моему, всего. Нет, две. Две у меня там, да. И, опять же, так всё хорошо сшито. Так всё... Очень интересная находка. Вот связка, которую исполняет Паша Маркелов. Пару слов об этом спектакле. Чудесном. Ну, как бы спектакль для души. Повеселиться. Очень лёгкий, очень искромётный. Очень любят зрители его. И, по-моему, администрация нашего театра любит. Потому что, как бы, он... Ну, последнее время, я так понимаю, что продаются все наши спектакли очень хорошо. Это я по своим друзьям, которые мне звонят. Там, например, за неделю и хотят прийти в театр. И оказывается, что уже два месяца назад были проданы билеты. И спектакль замечательный. Ну, изредка мы его играем. Сейчас часто даже его на выезд возят, поскольку несложная декорация. Занята почти вся трупа. Ну, такой актёрский тренинг с удовольствием. Ну, давай подарим фрагмент, где ты партнируешь... Сцена, где ты партнируешь с Агаповой очаровательной. Смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете ли вы, что такое ананки? Не станция. Нет! Не станция, никакая не станция. Это судьба. Рок по-гречески. Ни один человек не избежит ананки. Знаете ли... Знаете ли вы, что у меня есть способность прозревать будущее? Романки свела нас. Эта встреча будет для нас очень важной. И даст решающий! Сопротивляться бежать не поможет! Ха-ха-ха! Нет, голубушка, не отвертитесь! Послушайте! Нет, это вы послушайте! Слышите, как наверху гудит таинственный колокол? Поздно, поздно! Что вы так болтаете? Предупреждаю, что если вы позволите себе что-нибудь лишнее, я вас так отделаю, что долго не забудете! Трудный случай, а? Может быть, первый подействует. Действительно, он как-то проще. Сударь, жизнь прекрасна, пока мы молоды, и нужно торопиться, ловить момент. И вообще, кстати, тут есть свободное купе. Вы скажете, это грех, но ведь жизнь не ждет! Послушайте, вы просто глупые, развязные нахалы, больше ничего! Ну, ладно, попробуем второе. Ну, довольно, милая! Терпеть не могу, когда ломают, ведь я тебя раскусил! Поцелуй-ка меня лучше, пока я не отколотил тебя как следует! А если что, я ведь и придушить могу! Мне впервой! Я думаю, чтоб вы были сумасшедшие или пьяные! Вы мелкий наглец, пользующийся тем, что женщина одна, и никто из присутствующих не может за нее заступиться! Но все-таки, я не боюсь вас! Вы мне шалки и оберзительны! Ай, этот не подходит! Ну, что за оказия? Ну, какой же, какой же попробовать? Третий! Равнодушие! В сущности, я только хотел испытать вас! Вы, однако, оказались самой ординарной натурой, которых мне приходится встречать сотнями! Боже мой! Как трудно найти оригинальную женщину! Как трудно! Если вы ее ищите подобным образом! Ну, я сразу, сразу увидел, что вы не такая! Ну, личик у вас довольно миловидный, нежный цвет лица, но ведь у тысяч женщин можно найти это! Не подходит! Ну, ладно! Пятый! Последний! На ревность! Господи, благослови! Если и этот не поможет! Ну, попробуем! А! Письмо! Письмо! Ради Бога, не дотранивайтесь! Его нельзя читать! Я уверяю вас, что я не знаю этой женщины! Мало ли кто и что может мне писать! Нет! Ни за что не дам вам его! Какое невероятное дерево! Позвольте, я помогу! Не надо! А! 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 Еще раз спрашиваю! Знаете ли вы, что такое она? Где? Уходите! А! 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 Уважаемым театром Самарт! Читай! Наслаждайся! Итак, Димочка, я хочу тебя поблагодарить за сегодняшнюю передачу, за участие! Хочу тебя, значит, тебя благодарить за вот эту работу, маньоне которую я не видел он обязательно посмотрю в сентябре! Хочу тебя пожелать плодотворного следующего сезона чтобы всегда так же ломился на рот ваш театр, потому что действительно, если, так сказать, в последний момент человек пытается попасть, к вам попасть невозможно. И хорошо, что вот у нас, тем более театров не так-то много, на самом деле, и в городе, и в губернии. Тебе успехов, хорошего лета, успехов и процветания твоей семьи и здоровья. Итак, я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Дмитрий Добряков, актер Самарского театра Сам Март. Мы прощаемся, до встречи в эфире. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok